А в Закарпатской области умерших отправляют на свалку. В Ужгороде могилы на городском кладбище уже копают возле мусорного полигона. Родственники возмущены, но у мэрии свои аргументы. Обе стороны выслушали мои коллеги. Как на меня, это вообще очень моторное водовище. Александра одна из первых начала публично обсуждать в соцсетях проблемы единственного Ужгородского кладбища. Городская свалка буквально наступает на захоронение. Мне бы на смятя выкинули. Для наших людей это правильное богохульство на самом деле. Анна Сливка два года назад похоронила мужа. Другого места не было. Свежие могилы копают впритык полигону бытовых отходов. И запахи, и вороны тут съедают. Мы убираем каждый тиждень. Все равно оно не видно, что у брата нечисть. И все, мне кажется. И они, когда высыпают тут мусор, и они уже сюда сыплют. Директор коммунального предприятия разводит руками. О том, что на кладбище практически нет свободного места, он предупреждает власти не первый год. Открыли его еще в 80-е годы прошлого века. Здесь захоронены 25 тысяч человек. Эту проблему знают все. За эту проблему собирались неодноразово. Тут были и заступники областного, с облдержадминистрации. Мы тут проводили нарады и выездные, и вырешивали вопросы. С 2001 года решают, где бы открыть новое кладбище. По сегодняшний день все вот так дальше никуда не идет. Открыть новое кладбище в Ужгороде негде, сетует в мэрии. В городской черте нет подходящей территории. Свободные земли ищут в соседних селах. Эти серьезные проблемы мы отримали в спадок. И, на жаль, у нас нет возможности решить это исключительно своими силами. Ведутся перемоги с Ужгородским районом. Пока что, на жаль, конкретных каких результатов нет. Пока же мусор возле кладбища решили засыпать грунтом и разровнять холмы, чтобы увеличить площадь для захоронений. Директор коммунального предприятия предлагает подумать и о кремации. Здесь установили специальную стену с нишами для хранения урн с прахом. Но пока ими не пользовались. Марина Коваль, Юрий Ковалев. Подробности телеканал Интер. Ужгород.